Здравствуйте! Я хочу рассказать вам о новом пианино Casio, модели Silviano AP470. Этот инструмент является флагманом линейки Silviano, и вы можете узнать его по открывающейся крышке. Дело в том, что для того, чтобы звук стал более ярким и объемным, вы можете приоткрыть крышку на любую из двух позиций, и это поможет вам ощутить мощь рояля в домашних условиях. Инструмент доступен в трех цветах. Я сижу за замечательным черным фортепиано, а также доступны белый и коричневый цвета. У всей линейки Silviano присутствует трехсенсорная молоточковая клавиатура, которая очень быстро отрабатывает все нюансы извлечения пианиста. Это, в принципе, уникальное предложение в сегменте, когда вы можете играть очень быстро на одной клавише. Помимо этого, у инструмента 22 классических тембра, которые вы можете комбинировать по своему усмотрению. Ну и мощная полифония в 256 нот позволяет вам на педали играть абсолютно любые классические произведения, не боясь, что у вас какие-то ноты пропадут. Хочу напомнить, что все управление инструментом, как и в остальных моделях серии Silviano и Privia, перенесено в левую часть. Поэтому вы случайным образом не нажмете никаких кнопок во время музицирования. Это очень удобно. Для того, чтобы переключить какую-то функцию, у вас достаточно нажать одну кнопку Function в левой части инструмента и соответствующую этой функции клавишу. Таким образом, вы делаете различные переключения. Но хочу сказать, что во всех новых инструментах серии Privia и серии Silviano теперь доступна работа с мобильным приложением. Приложение называется Hardano Play for Piano для фортепиано. Подключая это приложение через дополнительно приобретаемый USB-провод, вы можете переключать функции инструмента прямо через ваше мобильное устройство. Это очень удобно. И самое главное, что присуще исключительно флагманам линеек Silviano и линеек Privia, это то, что в данном инструменте присутствует практически максимальное количество всевозможных струнных демпферных резонансов. Дело в том, что именно эта возможность инструмента максимально приближает его по звучанию к акустическим собратьям. Ну что ж, давайте послушаем звучание основных двух тембров этого замечательного инструмента. Первый тембр – рояль номер один. Музыка И очень удобно, что у нас быстрый доступ к рояле номер два. У нас эти два инструмента вынесены в отдельную панельку. Музыка Такой более мягкий. И интеллигентный звук. Я хочу показать вам, как можно услышать звучание струнных и различных резонансов в цифровом пианино. Вам достаточно подойти к инструменту, взять педаль и поиграть в верхнем регистре. И если вы услышите такие струнные послезвучия, как будто перед вами акустический инструмент и его дека резонирует, это значит, что технология присутствует. Могу сказать, что данный инструмент имеет максимум резонансов, который возможен в этом сегменте цифровых пианино. Хочу продемонстрировать вам звучание струнной группы. Очень естественное натуральное звучание. Но, как правило, многие любят использовать этот тембр как второй. Поэтому мы можем включить функцию наложения двух тембров и использовать звук рояля и звук вот этих струнных вместе. А теперь послушайте тембр электропианино. Есть еще один тембр электрофортепиано, который я хотел бы вам показать. Это электрофортепиано родом из 60-х. А теперь я хочу показать вам, как этим инструментом можно управлять с помощью специального приложения. Мы берем мобильное устройство, мы его подключаем через дополнительно приобретенный провод и открываем приложение. В этом приложении мы можем переключать любые функции инструмента. Например, я очень быстро могу переключать сами тембры. Я вижу весь список. Например, я хочу включить электропианино. Или, например, я хочу включить вибрафон. Или я хочу включить струнную группу. Я все время вижу название включенного инструмента. Также очень удобно в этом приложении делать сразу два тембра включать. Мы, во-первых, просто включаем само наложение и точно так же выбираем из списка. Соответственно, мы можем сразу послушать, каким образом звучат те или иные два тембра. Фортепиано сейчас сочетается с электрофортепианом. Или, например, мы можем включить фортепиано и орган. Например, в любой момент я могу отключить наложение тембров. Тогда у меня остается один основной. Точно так же удобно можно использовать функцию записи. Например, я вижу, какая дорожка у меня записывается. Я могу включить запись и что-то поиграть. Мы останавливаем запись. Дальше я могу прослушать. А могу включить запись на другую дорожку. То есть поменять. И теперь мы пишем уже дорожку номер два. Мы останавливаем и можем все это вместе. Можно еще сверху даже поиграть. Все очень удобно и наглядно. Но самое ценное, что мы с вами можем как раз увидеть все возможности инструмента. Какие, например, у нас есть эмуляторы акустических пространств. Эмуляторы залов. Например, я могу поставить французский кафедральный собор. Могу поставить берлинский концертный зал. Или вернуться в стандартные установки. Точно так же я могу изменять яркость. Я могу изменять эффекты хоруса. Добавлять даже эффект фленджера у меня. Есть здесь в настройках. Помимо этого, я могу вернуться в глобальные предустановки. И, например, загружать сюда ноты. Если у меня большой планшет, то, например, я могу либо загружать PDF файлы, либо посмотреть ноты, вот там, да, этюда, например. Здесь у меня, конечно, на телефоне это достаточно мелко. Но я могу поставить одну страницу, развернуть, могу увеличить. Данное приложение, оно, в принципе, очень удобно для занятий. Оно удобно для того, чтобы контролировать все возможности инструмента. И для этого не обязательно читать инструкцию. Согласитесь, очень удобно. И в завершение хочу сказать, что у инструмента есть разъем USB флеш. И вы можете подключать сюда флешку и записывать ваши музыкальные идеи. Это очень удобно. Я хочу пожелать вам слушать побольше хорошей музыки и наслаждаться отличным звучанием инструментов Casio. Удачи!